Здравствуйте, меня зовут Венера Аскаровна, я учитель биологии. Сегодня тема нашего урока применение биомеханики в робототехнике. Биомеханика инженерная, экзоскелетоны и робототехника. Сегодня на уроке вы узнаете применение биомеханики в робототехнике, биомеханику инженерную, экзоскелетоны, робототехника. Вы научитесь исследовать применение биомеханики в робототехнике. Итак, что же такое биомеханика? Биомеханика – это наука, которая изучает движения в живых организм. Вся область биологии, начиная с простейших, пронизана процессами движения. Интерес к биомеханике возник с тех пор, как появилась наука. И первым выдающимся ученым, который внес большой вклад в изучение биомеханики, был Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи оставил огромное количество материалов, которые были посвящены движению организма. Биомеханика – это одна из старых ветвей биологии. Ученые, которые внесли огромный вклад в изучение биомеханики, множество. Это такие ученые, как Аристотель, Леонардо да Винчи, Николай Бернштейн. Аристотель заложил основу тому, что через 2300 лет назовут основой биомеханики. Он изучал движение животных и человека. Он писал о частях тела, необходимых для передвижения в пространстве. На развитие механики в средние века оказали и существенное влияние исследования Леонардо да Винчи. Изучая функцию органов, он рассматривал организм как образец природной механики. Он впервые описал ряд костей, но очень большое внимание уделил вопросам по изучению сравнительной анатомии. Наука механика потому столь благородна и полезна, более всех прочих наук, что все живые тела, имеющие способность к движению, действуют по ее закону. Его наблюдения, очевидные в наши времена, были революционными в средние века. Например, мускулы начинаются и оканчиваются всегда в соприкасающихся костях, и никогда они не начинаются и не оканчиваются на одной и той же кости, так как они ничего не могли бы двигать, разве только самих себя. Леонардо да Винчи, безусловно, является и основоположником анатомии. Он не только описывал движения различных частей тела, но и их анатомическое строение. Основателем науки биомеханики по праву является Джованни Боррелли, итальянский натуралист. Он показал, что движение конечностей и частей тела у человека и животных при поднятии тяжести, ходьбе, беге, плавании можно объяснить принципами механики. Наиболее известный труд ученого движения животных основан на твердых биохимических принципах. В своей работе он описал принципы мускульного сокращения и впервые представил математические схемы движения. В настоящее время развивается биомеханика инженерная, медицинская и эргономическая. Инженерная связана с робототехникой, медицинская связана с профилактикой травматизма и эргономическая это связь человека с живой природой. С чем у вас ассоциируется понятие робототехника? Согласитесь, ассоциации возникают разные. Например, это паукообразный человек, робот или робот, похожий на паука, либо робот-игрушка. Одним словом, представление о роботах существует множество. На самом деле, в современном мире роботы совершают огромную работу. Возможно, вы не догадываетесь, но современные протезы конечности напрямую связаны с робототехникой. Робот для игры в пинг-понг оснащен современным сенсорным оборудованием, которое позволяет ему одновременно отслеживать движение игрока, его ракетки и мяча для пинг-понга. Все это он делает не только очень быстро, но и очень точно. Искусственный интеллект позволяет роботу определить уровень подготовки игрока и то ли подбадривать, то ли издеваться над ним во время игры, комментируя его успехи. Роборука D-Hand — еще одна универсальная роботизированная система захвата. Роборука самостоятельно обучается захватывать любой предмет, который попадает в поле зрения ее системы восприятия. Причем ей для этого хватает всего трех пальцев. А вот такой же захват, реализованный как летающая платформа. Наверное, ни для кого не секрет, что роботы выполняют огромную работу и в космосе. Например, луноход, марсоход и робот-аватар, которые наиболее известны из космороботов. На самом деле их различное множество и каждый из этих роботов выполняет свою функцию. Появляется новое понятие — экзоскелетоны. Что это такое? Экзоскелетоны — это специально сконструированные объекты, которые напоминают человеческую конечность и служат для реабилитации после различных травм. Воздушные мышцы — это пример искусственных мышц, которые были впервые сконструированы в 1950 году ученым Мак Кибеном. Эти мышцы отличались легкостью. Они просты были в изготовлении и имеют огромное значение. Если их сравнить с физическими функциями, они сходны с человеческими мышцами. Составные части экзоскелетона — это опорные стойки, башмаки и траверсы с шарниром на ее центральной части, в котором вращается вал. Экзоскелетон монтировал в одетый на человека комбинезон, с помощью которого он закреплен на тазобедренной части. С помощью такого устройства пациенты могут ходить горизонтально, наклоняться и спускаться по ступенькам. Воздушные мышцы применяются в робототехнике, в промышленности, в биомеханике и при создании искусственных конечностей. Достоинства воздушных мышц являются легкими, то есть имеют небольшой вес, но также они имеют и свои недостатки. Например, для работы воздушной мышцы необходимы компрессор и клапаны. При этом система из пневмомышц, она очень чувствительна к окружающей среде. Воздушные мышцы представляют собой устройства, которые работают по следующему типу. Воздушная мышца состоит из двух частей. Внутренней растягивающей части и мягкой резиновой трубки, изготовленного из капрона. Резиновая трубка называется внутренним пузырем и заключена внутрь рукава. Воздушный потрубок на одном конце резиновой трубки и две петли на каждом из концов воздушной мышцы. Воздушный потрубок располагается на одном конце резиновой трубки и две петли на каждом из концов воздушной мышцы, что позволяет прикрепить мышцу к остальной части конструкции. При подаче давления во внутренний пузырь он расширяется и давит изнутри на стенки рукава оплётки, что вызывает увеличение его диаметра. Нитинол представляет собой сплав. Это сплав, который относится к классу материалов, который состоит из сплавов материалов, обладающих памятью. Нитинол обычно выпускается в виде проволоки. При нагревании нитинол способен сокращаться на 10%. Кроме свойства сокращения он обладает памятью. Эффект памяти является уникальным свойством. При нагревании до определенной температуры сплав приобретает заданную форму. Процесс первоначальной формы, которую помнит материал, называется процедурой термального отжига. Нитиноловая проволока состоит из соединений титана и никеля. Применяют её в различных отраслях. Так как эта проволока обладает свойством памяти, её применяют в медицине. В стоматологии для ортодонтического лечения и для лечения пациентов с заболеванием опорно-двигательной системы. Медицинская или клиническая биомеханика – это научное направление, в которое с точки зрения механики и общей теории управления с помощью специализированных методов исследования изучается двигательная активность человека в норме и в патологии. В нашем понимании биомеханика медицинская должна включать в себя сам процесс диагностики, метод обследования в повседневной клинической практике. Это законы биомеханики, которые используются для лечения в медицине и диагностике. Первые два закона относятся только к грудному и поясничному отделу позвоночника и разработаны доктором остеопатии Гаррисоном Гербертом Фрайтом. Ещё в далёком 1918 году третий закон был разработан доктором остеопатии Нельсоном в 1948 году. Но также уже исторически сложилось называть эти законы по фамилии Фрайта. Первый закон Фрайта – законы Фрайта для биомеханики позвоночника. Когда грудной и поясничные отделы позвоночника находятся в нейтральном положении, связанные движения бокового наклона и ротации для группы позвонков таковы, что боковой наклон и ротация происходят в противоположных направлениях. Второй закон Фрайта – когда грудной и поясничные отделы позвоночника достаточно наклонены вперёд или назад, связанные движения сайбильдинга и ротации в отдельном взятом позвоночном сегменте происходят в одном направлении. И третий закон Фрайта гласит – движение позвоночного сегмента в любой плоскости движения приводит к изменениям движения сегмента в других плоскостях. Медицинская эргономика – это наука, помогающая эффективно совершать работу с минимальной затратой энергии, не нанося вред своему здоровью. Приёмы эргономики применимы в большинстве сфер медицинской деятельности. Древние медики утверждали, что здоровье человека определяется благополучием его позвоночника. Это опора человека в прямом и переносном смысле. По данным зарубежной статистики, боль в спине является эпидемией в здравоохранении, особенно среди медицинских сестёр. Причинами боли в спине являются плохая поза, сутулость, круглая спина, приподнятые плечи. А теперь давайте закрепим наш урок. Первое. Это наука, которая изучает движение в живых системах. Биомеханика связана с робототехникой. Представляет собой сплав, обладающий памятью формы. Законы биомеханики позвоночника, которые используются в медицине для диагностики и лечения. А теперь давайте мы проверим наши варианты ответов. Биомеханика. Это наука, которая изучает движение в живых системах. Инженерная биомеханика связана с робототехникой. Нитинол представляет собой сплав, обладающий памятью формы. Законы праэта. Это законы биомеханики позвоночника, которые используются в медицине для диагностики и лечения. На этом мы заканчиваем наш урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова